В городе Одессе и в Одесской области всегда наруживались все нации и народности. Здесь всегда осуществлялся мир среди множества конфессий. У нас порой разные доктрины, но стремление к миру, стремление жить добрососедски и честно всегда осуществлялось в городе Одессе. И в сегодняшний день наши молитвы о том, чтобы город Одесса был сохранен и здесь сохранился незыбленно этот мир, который очень дорог для каждого из нас. И в 1855 году была подобная ситуация, когда городу подошел вражеский флот и город объединился в молитве к Богу о мире. И город был сохранен. И сегодня у Касперовской иконы Божьей Матери круглые сутки по благословению митрополита Агафангела совершается молитва. И цель этой молитвы одна единая, чтобы мир сохранился в Одессе и город был цел и невредим. Вольным не потребны звезды и позволения. Место Одесса – это вольнолюбивое место, как и вся Украина, которая живет в мире, с всеми соседями в добре. И церкви и конфессии, которые есть в Украине, в Одессе, много лет уже проявляют свою любовь и христианские учения, чтобы любить один одного, поважать один одного, помогать один одному. Русский мир, который несет Россия, это не мир. Это зло, которое уничтожает наши города, уничтожает наши села, убивает наших людей. Мы молим Бога, чтобы эта война закончилась, чтобы она не дійшла до Одессы, до сегодня мирной Одессы. Мы просим Бога, чтобы Он остановил всех, кто имеет думку продолжать эту войну. И молим Бога, чтобы в Украине запланировал мир. Еврейская община в городе Одесса живет сегодня, и она пример для всех остальных еврейских общин в целом мире. Я встречаю очень часто с моими коллегами, мы встречаем около 5000 раввинами каждый год в Нью-Йорк. И все 5 тысяч завидуют, насколько свободно и серьезно живет в еврейских общин в городе Одесса. Если до 2 недели назад, я снялся, что я не знаю украинский язык, я сегодня горжусь, что я живу в такой город, и я могу говорить только на русский язык, и меня все понимает, все понимает, и все помогает. Это самый хороший город, самая хорошая страна, самая лаянная страна для любой национальности. Я горжусь, что я живу в такой город, где можно так хорошо развиваться, так хорошо работать, и нету ни одной стеснения, и нету ни одной проблем, нет ни одной национальности в этом городе. Я молюсь в Сибишне, который дилит мир у себя на небеса, что пришла нам тоже мир на землю, и что мы все удостоверили жить хорошо и мирно между всех национальностей, и что скорее видно мир и спокойно была наша мера. Место Одесса – это большая семья. В этой семье мы разные, но мы единственные. Мы ценим все то, что делает нас родиной разным, 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 но единственным в этой великой украинской большой национальной семье. Мы не потребуем, чтобы нас от чего-то позволяли. Мы потребуем другого, чтобы нас лишили в спокойствии и дали нам вільно. И с спокойствием, смотря в будущее, дальше развивать нашу большую, большую конфессионную, большую национальную, но единую родину, частью украинской земли и украинской государства. Не треба нас позволять. Заберите. Дорогие Одесситы, дорогие украинцы, Мы, мусульмане Украины, желаем, чтобы в нашем солнечном, как сегодня погода показывает в городе, никогда ни один волос не упал ни с одного человека. Наши молитвы, наши просьбы у Создателя, который создал все, который создатель всего, мы просим у него, чтобы он сохранил нашу страну, нашу любимую Украину, потому что мы здесь выросли. Наша страна нас кормила, наша страна нас одевала, учила. Я здесь живу с 1981 года. И, поверьте, все мусульмане Украины готовы и просят у Бога, у Создателя нашего, чтобы Аллах, Субхану Аталу, сохранил нашу страну, сохранил ее в мире. И все мы, как вы видите, показывают, что наша страна объединилась, все объединились в борьбе со злом. А у зла нет национальности, у зла нет национальности, у зла нет национальности. Слава Украине! Героям слава!